МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите аналитическую программу. Время говорить итоги недели. Сегодня обсудим события, которые произошли на днях в Рязани, да и не только у нас. Все сейчас преломляется через украинскую призму и крымские референдумы, потому не минует и нас тема сия. Ну да и не будем зря время тратить, сразу к делу. Коротко о главных темах сегодняшней программы. Как там Крым? Люди, у которых родственники живут на, во всех смыслах слова, горячем полуострове, каждый день получают от них известие. Призрак полигона бродит по Рязани. По непроверенной информации печально известный полигон вновь готов начать прием ядовитых отходов. Все и сразу рязанские наркополицейские задержали крупную группировку сбытчиков GVH. Об этом не только в дайджесте «Неделя полицейских». Тотальный диктант в 2014. В этом году текст для него составит известный писатель Алексей Иванов. Ну а начнем с украинских событий, квинтэссенции которых референдум в Крыму. В преддверии его, судя по сообщениям информагентств на полуострове, все было относительно спокойно. Пока в верхах обсуждают последствия введения санкций против России со стороны Запада, власти Крыма готовятся к народному волеизъявлению. Решаются технические вопросы, готовятся участки, обеспечивается безопасность и так далее. На этой неделе известный рязанский политолог Александр Семенов прокомментировал в нашей студии возможные варианты того, как будут развиваться события после референдума. И Совет Федерации, и Государственная Дума уже готовы к этому, готовы принять в ускоренном порядке. В упрощенном и ускоренном. Да, в упрощенном и ускоренном нового субъекта. Но после того, как мы примем Крым, тут будет возникать ряд таких, ну так скажем, инфраструктурных вопросов. Что это будет? Да, потому что это будет такой вот субъект, это опять анклав, который не имеет общей границы с другими субъектами Российской Федерации. И тут будут, естественно, возникать вопросы. Ну, в первую очередь, это электрогазоводоснабжение Крыма, выстраивание финансовых отношений и так далее и тому подобное. Сейчас эксперты говорят, что так называемое новое правительство Украины уже не способно управлять Крымом и фактически смирилось с его потерей. Люди ждут референдум, а их родственники, в том числе и в Рязани, надеются на то, что все пройдет спокойно. У рязанки Ларисы Тимешовой в Крыму живут родители. Каждый день они сообщают о новостях полуострова. В Крыму, в общем-то, все спокойно. Обстановка, конечно же, напряженная. Если выразиться более точно, напряженно-депрессивная. Потому что люди в основе своей, они и живут и надеждой на то, что все-таки все разрешится, и острые моменты уйдут. И в то же время они напуганы всевозможными провокациями. Потому что существует явный дефицит информации. В каком плане? Украинские телеканалы показывают, конечно, информацию, которая выгодна им. Только люди, которые имеют тарелки оснащенные, то есть с собственной антенной, могут получать информацию различного характера, то есть более расширенную, и анализировать ситуацию. Если в эту среду президент США Барак Обама в беседе с новоиспеченным украинским премьером Яценюком пообещал поддержать Украину в противостоянии с Россией, то госсекретарь Джон Керри сразу же заявил, что санкции в отношении нашей страны крайне невыгодны для штатов, как политически, так и экономически. Вот мнение политолога по поводу возможных санкций. Санкции, на мой взгляд, такие достаточно смешные. Какая-то ерунда вообще. Честно говоря, уже не услышат меня западные. При остановлении переговоров о визовом режиме, об отмене визово с Евросоюзом, хотя эти переговоры два года идут между Россией и Евросоюзом, никаких подвижек в этом вопросе в принципе нет. Замораживание активов некоторых чиновников, собственно говоря... По мне бы оно было бы неплохо. Да, на самом деле президент Путин давно уже объявил, о том, что государственные служащие, муниципальные служащие должны отказываться от зарубежных активов. За это спасибо. Да, тут можно западным партнерам сказать спасибо, потому что они на самом деле таким образом поддерживают политику Путин. А вот ограничится ли дело одним Крымом? Еще большой вопрос. События в Донецке, где прошли столкновения между сторонниками и противниками Майдана, показали Донбасс против националистов. И правому сектору там делать нечего. А звоночек для местных жителей был более чем тревожный. Правоохранители, по сообщениям информагентств, утверждают, экстремисты-радикалы прибыли в Донецк организовано на автобусах из западных областей Украины. И вряд ли это последняя экспедиция националистов в Донецкий регион. Что касается российской поддержки референдума в Крыму, то это прежде всего мнение жителей нашей страны, которые повсеместно высказываются на масштабных митингах. На этой неделе, в четверг, на площади Победы в Рязани, также прошел пятитысячный митинг, на котором была Оксана Тебенихина. Это поразительно, но на площади Победы собрались тысячи рязанцев для того, чтобы поддержать наших украинских братьев и сестер. Митинги сейчас проходят по всей стране. И хочется верить, что рано или поздно все наконец-то наладится. Ведь пока мы едины, мы непобедимы. Пока мы едины, мы непобедимы! Пока мы едины, мы непобедимы! Именитые люди города, бизнесмены, политики, общественные деятели, врачи, учителя. По данным полиции, обеспечивающей порядок на мероприятии, около пяти тысяч рязанцев пришли на митинг в знак поддержки самоопределения населения Крыма. У каждого из митингующих свое мнение по этому поводу. Но в главном – едины все. Каждый народ имеет право на самоопределение. И мы их поддерживаем в этом полностью. Ветераны Великой Единственной войны, ветераны боевых действий, ветераны Афганистана поддерживают народ Украины. Мы с ними. И пока мы вместе, мы непобедимы. Поддержать братьев наших, украинцев, мы с ними. Насколько для вас важно? Важно, очень важно. Мы между собой переплетены, родственники много там, друзей, знакомых, конечно, мы их поддерживаем. Я вообще-то с Украины, поэтому мне очень это больно. И очень мне хотелось бы, чтобы там был мир, и чтобы люди опомнились. Потому что никогда добра не было в войне. Поэтому все надо переосместить, просить друг друга прощения и жить в мире там. Держитесь! Мирно, чтобы было все. Сейчас у жителей России одна общая тревога. За судьбу тех, кто живет там, в неспокойной, тревожной Украине. Не будет ли русских погромов на западе республики? Смогут ли силы самообороны в центральных регионах Украины противостоять налетам националистов? Как помочь соотечественникам? Крым, Севастополь! Вместе навсегда! Крым, Севастополь! Вместе навсегда! К другим темам в начале недели не очень-то позитивное известие заставило тревожно нам морщить голубы экологов, да и всех резанцев. Стало известно, что вновь изготовился к работе печально известный полигон ядовитых отходов в Турлатово. Этими новостями во вторник поделилась с нашей программой Галина Кузьмина, возглавляющая Рязанский совет Центра независимой экологической экспертизы. Затем ее сведения частично подтвердили в прокуратуре. Областному центру, кажется, вновь грозит повышение экологического напряжения. Председатель Совета общественной экологической экспертизы Галина Кузьмина говорит, что обладает информацией о том, что Турлатовский полигон ядовитых отходов, который с таким трудом удалось закрыть властям при участии широкой общественности, вновь готов к, так сказать, трудовой деятельности. Теперь этот полигон заработал уже под другой вывеской. ДТА-сервис, тоже ООО, общество с ограниченной ответственностью. И, следовательно, он продолжает работать, но под другой вывеской. Поэтому, конечно, сразу напрашивается вопрос, а кто и как выдал лицензию на работу с опасными отходами? Вот это, на мой взгляд, самый важный вопрос. В ходе последней проверки фактов размещения отходов установлено не было. Однако, согласно поступившей в прокуратуру районной информации, в настоящее время управлением Роспотребнадзора по Рязанской области ряду организаций были выданы санитарно-эпидемиологические заключения на осуществление деятельности по обращению с отходами на данной территории. И данные заключения были выданы на основании экспертных заключений, выданных организациями, расположенных в городе Москве и в Санкт-Петербурге. Необходимые документы предприниматели сумели выправить в московских и питерских специалистов. Так что столичные регионы далеко, а ядовитый полигон-то вот он под боком и юридически находится во всеоружии. Более светлые известия пришли на этой неделе из Рязанской епархии. В четверг вечером Кафедральный Христорождественский собор принял мощи преподобного Серафима Саровского-чудотворца. Торжественную встречу возглавил митрополит Рязанский Михайловский Вениамин. Ковчег с мощами святого прибыл в Рязани свято-троицкого Серафим-Дивеевского женского монастыря и будет находиться в соборе до 26 марта. Напомним, преподобный Серафим Саровский – один из наиболее почитаемых на Руси великих святых. Аскет, отшельник, столпник, проведший на каменном валуне тысячи дней и ночей. Поистине это был человек великого духовного подвига. На этой неделе в нашей области взял начало региональный этап всероссийской добровольной акции «День донорского совершеннолетия». Поначалу немного насторожило официальное уведомление, что акция проводится с целью привлечения внимания молодежи к теме безвозмездного донорства. Однако, как выяснилось в ходе съемок репортажа, за донорскую кровь бюджеты опять честно выкладывают настоящие кровные. На этой неделе специалисты из областной станции переливания крови зовут всех совершеннолетних присоединиться ко всероссийской акции «День донорского совершеннолетия». На протяжении недели для удобства студентов во всех рязанских вузах оборудуют донорские пункты. Почему проводится такая акция? Потому что все-таки донорские кадры должны быть молодые, должно быть постоянное пополнение. А поэтому мы опираемся на молодежь. У нас во всех институтах работают волонтерские бригады. Благодаря этому мероприятию, как надеются медики, тысячи российских студентов смогут впервые стать донорами, а значит потенциально спасителями жизни больных. Например, студентка Рязанского государственного университета Эльвира впервые пришла на донорский пункт. Да, я пришла первый раз. Я очень волнуюсь, честно. Думаю, что все будет очень хорошо, потому что люди очень любожелательные. Я верю в то, что я помогаю людям. Поэтому я в приподнятом настроении. Думаю, я начинаю свой донорский путь. Помимо студентов, на донорский пункт сегодня пришли и простые горожане, которые не впервые сдают кровь. Просто хочется помогать людям. Я знаю, что многим требуется кровь, и я уже давно этим занимаюсь. Уже вошло в привычку, можно сказать. Мне это нравится. Решил помочь сделать свою небольшую вкладку, как говорится, для здоровья окружающих людей. Напомним, в прошлом году с донорством крови случился малоприятный и столь же малопонятный казус. В некоторых регионах России донорам перестали платить деньги. Когда журналисты и, конечно, сами доноры бросились выяснять, что же случилось, то наткнулись на пафосные заявления чиновников от медицины, что, дескать, сдача крови – дело добровольное, зависит от веления сердца и зова души, ну и так далее. Впрочем, спустя буквально несколько месяцев платное донорство чиновники Минздрава вернули, хотя не исключено, что кто-то на этой ошибочке сильно поднажился. Сейчас каждый донор крови, по словам специалистов областной станции переливания крови, сдает физиологическую дозу – 450 мл. За это он получает два отгула на работе или учебе. Также сейчас человек, добровольно отдавший кровь медицине, получает либо денежную компенсацию в размере 361 рубль, либо талон до питания в столовую на такую же сумму. В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Вкратце о темах второй части сегодняшнего проекта. Все и сразу рязанские наркополицейские задержали крупную группировку сбытчиков GVH. Об этом и не только в дайджесте «Недели полицейских». Тотальный диктант 2014. В этом году текст для него составит известный писатель Алексей Иванов. Во сколько обойдется тахограф? Рязанские дорожные полицейские провели брифинг, связанный с установкой очень недешевых приборов. Продолжаем программу. На этой неделе стало известно про изменения в судьбах довольно известных бывших рязанских начальников. Так получил официальную отставку генерал-майор Олег Никифоров, теперь же экс-начальник Рязанского регионального управления МЧС. Как известно, Никифоров находился в длительном отпуске, который взял в январе прошлого года. Стоит напомнить, что в середине этого февраля в Рязани вынесли приговор «Трем достаточно высокопоставленным сотрудникам регионального управления МЧС, замешанным в коррупционных преступлениях». Так что здесь уже высокому руководству было не до продолжения карьеры. Также на днях стало известно, что дело экс-начальника регионального ГИБДД Александра Алфосова и некоторых других бывших руководителей подразделений ведомства наконец-то направлено в суд. Уголовное дело, напомню, было возбуждено 3 апреля 2012 года, когда после получения взятки в размере 459 тысяч рублей через подчиненного сотрудника в своем служебном кабинете сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления регионального ФСБ был задержан Александр Алфосов. Следствием установлено, что руководство областного управления ГИБДД принуждало подчиненных сотрудников осуществлять выдачу так называемых красивых номеров, а также водительских удостоверений за денежные вознаграждения. Деньги обвиняемые получали от сотрудников управления ГИБДД за общее покровительство и попустительство по службе. Взятки также получались с предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности и выделение служебных автомобилей сопровождения при перевезке организациями крупногабаритных грузов. Всего же обвиняемого вменяется в получении взяток на сумму более 2,5 миллионов рублей. Как известно, очередной тотальный диктант пройдет в России менее чем через месяц, с 12 апреля. Текст для него напишет очень известный и популярный у нас писатель Алексей Иванов. Золото бунта, сердце пармы, псоглавцы, летоисчисления от Иоанна. Те, кто читал эти романы, знают великолепный стиль Иванова и его манеру изложения, которое буквально завораживает. А вот мнение филолога по поводу диктанта «Всея Руси». Елена Петровна, вот ваше мнение по поводу тотального диктанта как проекта. Насколько он, с вашей точки зрения, как филолога состоялся у нас в стране, да? И, ну, каковы его перспективы дальнейшие? Что вы скажете? Ну, во-первых, наверное, надо сказать, что все-таки тотальный диктант в этом году будет проводиться уже 11-й раз. И количество городов увеличивается постепенно, и растет количество площадок. Вот в этом году нам обещают, что это будет 85 городов и 116 площадок, на которых будет писать этот диктант. И что это теперь уже и международный проект. То есть это значит, что диктант будут писать даже за пределами Российской Федерации. А значит, состоялся. Опускаем первый вопрос, да, состоялся, не состоялся. Ну что ж, а вот, знаете, насколько вам нравится вот это вот все то, что происходит, вот, как филологу, да? Вот, ну, за душу берет. Мне кажется, что как общественная акция, она совершенно замечательна, потому что действительно привлекать внимание к русскому языку и к состоянию грамотности необходимо, потому что все-таки неуклонность снижается, грамотность и результаты тотального диктанта это показывают. Но мне кажется, что есть, конечно, проблемы, над которыми нужно обязательно работать. На этой неделе рязанские дорожные полицейские устроили брифинг по поводу установки на городском транспорте тахографов, приборов, которые отслеживают режим труда и отдыха водителей, а также контролируют скорость движения. Дело-то оно, конечно, нужное, да уж накладное очень, закряхтели водители и владельцы машин. За прибор придется отдать эквивалент тысячи долларов, никак не меньше, разузнала Оксана Тебенихина. В Рязанской области, наряду с другими регионами, междугородные общественные транспорт и грузовые автомобили оснастят тахографами. Такие меры, по мнению специалистов, должны обеспечить безопасность пассажиров и грузов, а также помочь усилить контроль за режимом труда и отдыха водителей. Для того, чтобы водитель был в адекватном, нормальном состоянии, когда управляет транспортным средством, и не допустил дорожно-транспортного происшествия. Данная норма была закреплена в прошлом году в Административном кодексе Российской Федерации. До 1 апреля тахографами должны быть оснащены транспортные средства, перевозящие опасный груз и пассажирские автобусы. Сотрудниками ГИБДД будут регулярно проводиться рейды с целью выявления нарушений по установке и обслуживанию аппаратуры. Любой инспектор дорожно-патрульной службы, имеющийся призывание, может остановить грузовое транспортное средство, проверить наличие данного тахографа. Исправность, исправную работу данного тахографа могут проверить только те сотрудники госавтоинспекции, которые прошли специальное обучение. У них есть об этом документ и имеют специальную карточку, которая поможет считать показания тахографа. За нарушение данной статьи Административного кодекса, статья 11.23, часть 1, предусмотрен штраф на граждан от 1000 до 3000 рублей, штраф на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Ну а к первому сентября тахографы должны быть установлены и на транспорт, использующийся для перевозки грузов, не относящихся к опасным. И неважно, принадлежит ли он автобазе или же между владельцем автомобиля и фирмой заключен договор найма. Установка техники будет произведена за счет компании. А стоить это будет около 40 тысяч рублей. В нашем регионе уже действует несколько фирм по реализации данного вида услуг. Похоже, что прибыль их ждет немалая. Продолжает программу «Дайджест недели полицейских» от Глеба Галушкина. Пожалуй, самым громким криминальным событием этой недели стало задержание рязанскими наркополицейскими целой группировки, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков. Как безработным гражданам, так и в двух колледжах города Рязани и в нескольких школах. Потребители были как совершеннолетние, так и несовершеннолетние. В поимке преступников участвовали не только работники УФСКН, но и сотрудники ФСБ. Главному фигуранту дела с говорящей кличкой «Деловой» всего лишь 18 лет. Причем его родители знали, что он распространяет наркотики среди своих сверстников. Еще одним громким событием этой недели стало сообщение о минировании здания Рязанского управления Центробанка. На место ЧП прибыли практически все специальные службы. В здании начали работать взрывотехники. Однако специалисты, как и ожидалось, никакого опасного устройства не обнаружили. В это время рязанские полицейские устанавливали личность отправившего в управление Центробанка грозного электронного послания. По горячим следам его задержали. Некоторые информационные агентства сообщили, что лжетеррориста схватили буквально на пороге психиатрической больницы, куда он пришел на очередной прием. Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН обследовали помещение Центробанка, прилегающую территорию взрывных устройств, не обнаруженным. Как оказалось, сообщение об акте терроризма было ложным. Буквально в течение часа подозреваемый в совершении данного нарушения был задержан. Им оказался житель города Рязани. В настоящее время его опрашивают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка. По имеющейся информации, мужчина ранее уже задерживался за аналогичные преступления. В прошлом году он угрожал взорвать один из коммерческих банков. Видно, от тюрьмы лжетеррориста спасает заветная справочка от врачей известной специальности. Еще о печальной статистике. Дорожные полицейские сообщают, что только с начала года произошло 13 случаев дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два ребенка. Инспекторы ГИБДД говорят, что некоторые из родителей по-прежнему перевозят своих детей без специальных удерживающих устройств. В результате таких ДТП два ребенка погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести. В шести случаях дети перевозились без детского удерживающего устройства и не были приселены ремнями безопасности. Дорожные инспекторы недоумевают, почему автомобилисты пренебрегают элементарными нормами безопасности. Ведь стоимость покупки практически любого удерживающего устройства меньше, чем штраф в 3000 рублей. И несоизмеримо меньше, чем пострадавший в автоаварии ребенок. На этой неделе в зале дворянского собрания состоялась торжественная церемония крепления полотнища нового знамени Управления МВД России Паризанской области к древку. Поочередно к знамени подходили 15 сотрудников полиции, которым доверена высокая честь. Отныне знамя у МВД России Паризанской области будет находиться в специально отведенном месте и использоваться в важнейших торжественных мероприятиях. И, наконец, репортаж, который заинтересует в первую очередь выпускников. На днях в Рязанском форум-отеле прошла встреча старшеклассников и работников Московского психолого-социального университета. Рассказывает Олеся Харлина. Сегодня индустрия гостеприимства приобретает огромное значение. Это и положительный имидж региона, и улучшение экономической составляющей, и рабочие места для сотен молодых сотрудников. В Московском психолого-социальном университете в рамках открытых дверей прошла профориентированная встреча с участием учеников старших классов и их родителей. Цель основная – это показать работу нашего филиала в сфере гостиничного сервиса, в сфере менеджмента, в сфере экономики, туризма. В этом году мы открываем две такие, скажем так, модные для старшеклассников, две востребованные специальности – это дизайн и реклама. Не случайно местом проведения встречи был выбран форум-отель, чтобы наглядно показать и детям, и родителям особенности обсуждаемых профессий. До конца школы надо получить систему знаний, определенный багаж знаний, который позволил бы продолжить дальнейшее обучение. Мне важно, в первую очередь, какие требования выдвигает университет при поступлении на данный факультет, какие правила по конкурсу. Да, кто у нас в профессии, какие профессии востребованы. Все-таки не хочется отучиться, просто зря, не имея взгляда на будущее. Кстати, ни один из выпускников с момента открытия вуза не стоял на бирже труда. Студенты получают возможность уже во время обучения поработать, например, в отелях Сочи. Я ездила четыре года подряд, и это, наверное, были самые яркие моменты в моей жизни. Реалии сегодняшнего дня заключаются в том, что люди готовы платить за качественный отдых и услуги. Грамотный специалист плюс актуальность профессий – это уже гарантия не остаться без работы. Это все на сегодня. Хороших всем выходных. Будем ждать добрых известий из Крыма, за жителей полуострова. Мы уже переживаем как за своих, да и когда было по-другому. Хорошей погоды, весеннего солнышка и до встречи в эфире программы «Время говорить». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова